Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 24 октября. Добрый вечер! С 1 января 2018 года парламент Южной Осетии перейдет на профессиональную основу. Необходимые средства в бюджете предусмотрены, заявил президент Анатолий Бибилов на сессии парламента Республики Южная Осетия. Также в 2018 году 20 млн. рублей будут выделены на кредиты малому и среднему бизнесу. По словам главы государства, руководство Южной Осетии изыскало средства на льготное кредитование. Этому способствовало увеличение собственных доходов республиканского бюджета. Вопрос восстановления разрушенного жилья остается актуальным, отметил президент. Анатолий Бибилов подчеркнул, что на эти цели Южная Осетия будет использовать собственные доходы госбюджета. Кроме того, высоких государственных наград удостоен ряд депутатов и работников парламента. Обсуждались и другие важные темы. О них подробно в репортаже Зарины Кочевой. Заседание первой сессии парламента после каникул посетил президент республики Анатолий Бибилов. Спикер парламента Петр Гассиев считает, что это показатель того, что исполнительная и законодательная ветви власти работают в полном взаимодействии. Как подчеркнул представитель парламента, концепция, которая была изначально заложена, когда избрался 6-й зазор парламента, он остается в грежнике. И это радует, это полноценное действие ветви власти, исполнительной, законодательной, судебной власти. И это не может не радовать. Мы все прекрасно помним, такие баталии у нас здесь в зале разворачивались иногда. Такое отношение, в принципе, было к парламенту, к депутатам. И я думаю, что необходимо все это оставить в прошлом. Необходимо переходить на работу, которая позволит всем ветвям власти работать в конструктиве, работать во благо народа. Обращаясь к депутатам, президент отметил, что люди ожидают от руководства республики справедливого отношения ко всем проблемам. А проблем на сегодняшний день много. Это и строительство жилья, и трудоустройство населения. Фактически, те обязательства, которые на себя на сегодняшний день берет правительство, исполнительная власть, они реализовываются. В то же самое время мы прекрасно понимаем, что это не все, что хотелось бы нашему обществу. В первую очередь, это рабочие места, рабочие места для людей. И это самое главное, и от этого, в принципе, зависит напрямую, зависит и доходная часть республики Южная Осетия. И эти рабочие места тоже, в принципе, реализуются. Обеспечение рабочих мест. Вы, наверное, знаете, что после фактически девятилетнего консервирования ленинговского и аварийного завода, он уже заработал, выпускает продукцию. Это не может не радовать. На сегодняшний день, конечно, по реализации продукции стоят проблемы. Проблемы, в первую очередь, касаются таможни, которые есть между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией, между двумя осетиями. И этот вопрос решается на самом высоком уровне. И мы все-таки, скорее всего, придем к тому, чтобы товары, произведенные на территории Республики Южная Осетия, чтобы они не облагались таможенными и бошенными. Что касается объектов, которые восстанавливаются в рамках инвестиционной программы, то, по словам президента, это не успех Республики, а помощь России, за что мы им благодарны. Мы знаем, какая огромная помощь оказывается Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, что инвестиционная программа направлена на конкретные объекты. Я могу сказать, что, в принципе, как и раньше говорил, могу сказать, что инвестиционная программа и строительство по этой инвестиционной программе – это достижение. Или это относится к той категории выполнения бюджета, которая является помощью Российской Федерации, но ни в коем случае не достижением нашим, как руководство Республики. Это достижение Российской Федерации, за что, конечно, мы все народы Республики Южной Осетии благодарим. Если мы сделаем так, что именно благодаря нашим доходам будут создаваться и реализовываться программы, уже по собственным ресурсам, в собственной бюджетной сфере программы и социальной программы развития экономики, то можно сказать, что общество, Юго-Синское общество начало движение вперед. Руководство Республики планирует увеличить собственные доходы. На сегодняшний день, после принятых определенных мер, поступления в бюджет Республики достигли 1 миллиарда рублей. Главой государства поставлена задача довести этот показатель на будущий год до 1,5 миллиарда рублей. Действительно, чего люди всегда ожидали от руководителей любого ранга и любого уровня, это справедливое отношение к проблемам, которые есть в принципе в любом обществе. Но у нас в Южной Осетии эти проблемы в большей степени они ярко выражены. К сожалению, мы сегодня не имеем, что тем проблемам относятся и строительство жилья, которое было прекращено. Но я не раз заявлял, что все дома, которые были разрушены, повреждены во время войны 2008 года, они обязательно будут отремонтированы, сделаны. Причем они будут сделаны именно за средства Южной Осетии собственных доходов. И это мы можем, мы это сделаем. Очень много проблем в то же самое время, касающееся жилья, это и замена крови людям, опять-таки, которые пострадали во время войны. Очень много проблем, конечно же, с рабочими местами. Очень много проблем с реализацией программ, которые есть, которые можно ощущать, только мобилизовав внутренние ресурсы Республики Южной Осетии, финансовые ресурсы, увеличить бюджет государства. В своем выступлении Анатолий Бибилов отметил, что все министры обязаны отчитываться перед народными избранниками. По существовавшим ранее нормам перед парламентом отчитывался только председатель правительства. Каждый министр обязан отчитываться перед народными избранниками. Это должно быть обязанностью каждого министра, в том числе и председателя правительства. Мы эти вопросы обязательно урегулируем, чтобы у нас не получалось, что исполнительная власть решает все, а законодательная власть на эти процессы не может влиять. Этого не будет. Сосредоточение, которое боялся Дагамиран Евгеньевич Дьяконов, в власти в одной руке, его не будет. Касаясь темы предстоящей судебной реформы, глава государства отметил, что законодательная, исполнительная и судебная ветви власти будут осуществлять свои полномочия в соответствии с концепцией полного взаимодействия. Что касается судебной реформы, которую тоже очень много баталий вызвало в свое время, причем абсолютно все понимали, что эту реформу необходимо довести до конца. Реформа, в принципе, как вы знаете, началась еще в 2015 году, в мае месяце, насколько я помню. Эта реформа тоже практически все законы, я так понимаю, уже направлены в парламент, рассматриваются. Я думаю, что на этой сессии или на следующей сессии уже механизм, как бы он понятен, но когда это будет происходить, это уже вы будете решать, уважаемые депутаты. Я думаю, что это не составит себя долго ждать для того, чтобы уже в этой системе тоже определенно был порядок и не было таких, скажем так, передряб, что ли, в связи с этой реформой. С января 2017 года заработная плата бюджетной сферы увеличилась. В ближайшее время бюджетники получат перерасчет. Президент отметил, что еще одно повышение заработной платы ожидается в 2018 году. Считаю, что это определенное достижение, это минимальное, что мы пока смогли сделать, но, конечно, это будет наращиваться в 2018 году, тоже планируется повышение зарплат. Причем, если это будет касаться государственной службы, то повышение зарплат коснется звена ниже замминистра. То есть мы все говорим и говорили, что министры получают большую зарплату. Я всегда с этим соглашался, но я был против для того, чтобы уменьшали зарплату. Я сторонник того, чтобы сотрудники министерств и ведомств, что их зарплаты повышались к уровню начальствующего состава, а не понижать финансовые доходы этих лиц до уровня работников. Я все-таки считаю, что мы должны идти на повышение, увеличение, а не снижение. Я думаю, что эту точку зрения каждый из вас со мной разделяет. Президент республики вручил высокие государственные награды ряду депутатов. Высоких наград удостоились и рядовые сотрудники парламента. Награждается Киликсайд Георгий Генович, депутат парламента. В ходе сегодняшней сессии парламент ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой. По словам председателя Комитета по внешней политике Игоря Кочиева, базовый договор между двумя странами предполагает и оказание военной помощи. Теперь в рамках базового документа будут подписываться межведомственные соглашения, в том числе по линии Министерства обороны. Хочется отметить, что непосредственно этот договор был подписан ныне действующим президентом Антонико Чембиловым в городе Донецке в мае этого года. Тоговор является базовым документом, определяет наши государственные отношения и выводит их на более качественном уровне. Это касается и развития туризма, это касается и экономических связей, это касается необороны безопасности, это касается и каких-то наших взаимоотношений в различных экологических и других катастрофах. Я условно, что поддерживаю разрешение президента, что если подпишут наши военные вреды, ставят их соглашение, то ставят их соглашение на наши военные вреды и строят. Глава законодательного органа Петр Гайсиев напомнил о роли остинских добровольцев в обороне республик Донбасса. Остинские добровольцы оказали по оценкам Донецкой и Лунаской народных республик огромную, может быть, недооцененную, пока до нас учили помощь в разуме неизвестных событий, которые берем место там быть. Парламент принял отставку председателя Верховного Суда Республики Илоны Хугаевой. Напомним, ранее Хугаева сама подала в отставку. Это представление президента о освобождении от должности председателя Верховного Суда Республики Южная Сеть. Уважаемые коллеги, в соответствии с Конституцией, пунктом 21 статьи 50 и пунктом 4 статьи 8 законов Республики Южная Сеть о статусе судья Республики Южная Сеть, Квалификационная коллегия одумала решение Илона Хугаева о освобождении от должности по собственному желанию. Напоминаю вам, что срок его научи заканчивается в декабре месяце, однако по собственному желанию, по своему решению, по своему вождению, можно говорить, Илона Хугаева решение выйдет немного раньше. Когда принимаются определенные решения, то многие решения отдельных людей, организации, они излишне политизируются. Я с Илоном Адмировой разговаривал, никакой политической подопреки в этом решении ни со стороны Илона Адмировны, ни со стороны президента нет и быть не может. Решение, которое для себя приняло Илона Адмировна, это ее решение. Более того, чтобы вот эти домыслы оставить где-то в стороне, хочу сказать, что я к ней обращался во время нашей беседы, чтобы мы дождались, когда все эти реформы пройдут, чтобы Верховный суд работал. Но решение принято и в любом случае излишне политизировать это решение не стоит. Депутаты парламента также проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата от партии «Единая сеть» Дмитрия Тасоева. 21 депутат проголосовали за отзыв депутатского мандата у Тасоева, 5 были против, 4 депутата воздержались. Ранее партия «Единая сеть», в составе которой Тасоев прошел в парламент, на внеочередном сезе вынесло решение отозвать его из законодательного органа. Слова, которые были произнесены Дмитрием Николаевичем о том, что парламент ничего не делает, ничего общего не имеет в действительности. Вы, товарищи депутаты, уважаемые депутаты, приняли законы по количеству, которые еще ни один парламент не принимал. И теперь вы сами уже объективно думаете. Тот человек, который про вас говорит, что вы, грубо говоря, ни черта не делаете, и вы голосуете так, как вам совесть позволяет, или голосуем по совести, или голосуем действительно по закону и по тем требованиям, которые есть, человеческим, профессиональным требованиям, которые есть у каждого человека. Депутаты также проголосовали за внесение изменений в Конституционный закон Республики о Верховном суде Республики. Поправки касаются формирования нового состава Верховного суда. Зарина Кочиева, Тамерлан Кусраев, Альдина Чихоева. Информационный выпуск сегодня. У многих граждан нашей Республики последней инстанцией для решения проблем остается обращение к президенту Республики. Прием осуществляется два раза в месяц, но прежде необходимо обратиться в Управление по работе с обращениями граждан. Сейчас в Управлении находится больше 800 заявлений. Сегодня во время приема у главы государства некоторые вопросы уже были решены. 40 человек сегодня ожидали приема у президента. Люди задолго до начала пришли на прием. Вопросы разные, но в основном они касались восстановления жилья, судебных решений, обеспечения жилплощадью. Много вопросов и по линии Минздрава. Попасть к президенту и рассказать о своей проблеме для многих единственная возможность и надежда решить свою проблему. Глава государства в приемные дни работает вплоть до поздней ночи. Каждое заявление, каждая жалоба тщательно рассматривается и только потом принимается решение. Журналист Владимир Габаев обратился к президенту с просьбой разрешить проблему с жилплощадью. Долгие годы он проживает на съемной квартире. Вопрос решился прямо на месте. Я вам обещаю, что вы до Нового года получите квартиру. Но прежде чем попасть на прием к президенту, граждане обращаются в Управление по работе с обращениями граждан. Здесь квалифицированные специалисты выслушивают каждого и определяют его в соответствующее ведомство или министерство. Первым долгом в Управлении оказывается консультативная помощь. В работе общественной правильной входит первое оказание консультативной помощи гражданам. То есть наша задача принять любого заявителя по любому вопросу и оказать ему консультативную помощь. В чем она заключается? То есть изучить заявление, характер заявления, о чем идет разговор, то есть жалоба. Больше, естественно, президенту обращаются с жалобами, естественно. Вопросы разные. То есть если вопрос решается о другом министерстве, ведомстве и так далее, мы стараемся, чтобы тот или иной гражданин в своем заявлении прошел все инстанции, прежде чем попасть к президенту. Прием граждан осуществляется президентом два раза в месяц. Сейчас в Управлении находится более 800 заявлений. И их число с каждым разом возрастает. Все хотят, чтобы их принял лично президент. На нижестоящей инстанции они возлагают не такие большие надежды. Конкретно на прием к президенту около 800 человек. Заявлений того иного характера свыше 2000. Я еще раз хочу повторить, заявление больше восстановления жилья и так далее. Но вы сами понимаете, очень много было упущено прежним руководством. То есть на плечи ненешнего руководства было очень много проблем. Я, честно говоря, от души желаю, чтобы наше руководство с этим справилось. Хочу обратиться в пользу случая к нашим гражданам. Приходить с вами заявлениями. И могу вас заверить, что здесь всячески будет им оказана помощь консультивная, правовая и так далее. Работники у нас работают прекрасно, знают свое дело. И просто обращаются уверенно, мы сделаем все, что нужно на сегодняшний день, чтобы права их не были защищены. На прием к президенту приходят коллективные письма. Сегодня к нему обратились от имени Совета ветеранов. Проблемы вопросов много, но основное – это плохое медицинское обеспечение, отдых за пределами республики. Президент поручил Министерству здравоохранения улучшить медицинское обеспечение ветеранам войны и труда. Сергей Кочев, Регина Черткоева, Алим БТФ. Информационный выпуск сегодня. В Научно-исследовательском институте состоялась девятая внеочередная конференция Международного общественного движения Высший совет осетин. На конференции присутствовали президент Анатолий Бибилов, председатель правительства Эрик Пухаев, главы министерств и представители научной интеллигенции. Обсуждаемые вопросы в репортаже Стеллы Бязровой. Главной целью конференции был выбор делегатов, которые будут представлять Южную Осетию на девятом съезде организации Стернахаз. Съезд будет проходить в городе Владикавказ с 27 по 28 октября. Был выбран президиум конференции и после этого на повестку дня были вынесены три вопроса. Национальное самоосознание как наша духовная составляющая, выдвижение делегатов на съезд Стернахаз, выбор членов Координационный совет. Директор научно-исследовательского института Роберт Гоглоев сочетал доклад, где осветил вопросы духовной нравственности осетин и развития осетинского языка в целом. Он также затронул вопросы пересечения границы. Продолжение следует... Присутствующим обратился глава республики Анатолий Бибилов. Он высказал свое мнение по поводу вопросов, которые ставились на повестке дня. Он также затронул тему, касающуюся развития осетинской культуры и языка. Продолжение следует... 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 До свидания.